Собрание началось с анонса запланированных памятных мероприятий в канун 9 мая. Одно из ключевых – торжественное перезахоронение останков советских воинов, найденных поисковыми группами на окраинах Севастополя. На мемориальном кладбище поселка Дергачи. Гробы с останками доставляются к месту захоронения 4 мая к 17 часам традиционно. И районное отделение полиции обеспечивает охрану останков до следующего дня. В 9.45 сбор участников митинга по строению роты почетного караула. В 10 часов открытие митинга вступительное слово ведущего. Затем слово предоставляется руководителям города, командующему Черноморского флота, ветеранам. Заместитель командующего Черноморским флотом представил доклад о проведении военного парада на 9 мая. По словам Юрия Ореховского, Черноморский флот готовится к демонстрации военной мощи на суше, в воздухе и на воде. 10 кораблей, которые будут стоять в парадной линии в Севастопольской бухте. Обход кораблей, или назовем его морской парад, начинается в 9 часов 9 мая. Идет трансляция торжественного подъема флагов, и сразу же командующий принимает доклад от начальника штаба флота, первого заместителя, и дальше на катере начинает обход кораблей. Воздушное представление обеспечит 28 самолетов и вертолетов, а в сухопутном параде задействовано 35 единиц техники и 1211 человек личного состава Вооруженных сил России. Длина колонны может дотянуться до площади имени Александра Васильевича Суворова. Это доставит хлопоты в организации движения общественного транспорта. Также определенные трудности создадут репетиции прохождения техники. Всего запланировано три таких тренировки. Они пройдут 28 апреля, 4 и 7 мая. Время движения колонны уточняется. Сразу надо определить общественный транспорт, каким образом он будет ходить. Потому что на 9 мая мы представление имеем, как его организовать. А вот во время репетиции это надо решать. Союз ветеранов также представил свой план передвижения ретро-техники и людей, задействованных в торжественном прохождении. По главной улице города, согласно предварительным данным, промаршируют 19 коробок. Это не считая общественных объединений, они заявки не дают на сегодняшний день. Потому что я предупредил о том, что никакие объединения в строю не будут идти, школы не идут. И при рассмотрении этого вопроса, вообще парада в этом году, пришли к выводу, что в строй будут вставать только военнослужащие в форме, по принципу однополчан, и строятся будут колонны. Из расчёта в шеренге 8 человек, но в глубину либо 7, либо 10. Ежегодная акция «Бессмертный полк» продолжится и в этот раз. Поучаствовать в торжественном прохождении с портретами советских солдат согласились уже свыше 600 человек. Из принципиальных вопросов остаётся передвижение ныне живущих участников боевых действий. Ветераны хотят первыми открыть парад победы. Военные и губернатор настаивают, чтобы техника шла первой. Вообще-то парад войск, он проводится в соответствии с требованиями уставов. И он имеет своё начало и имеет своё окончание. Ещё предстоит решить вопросы закупки праздничного салюта, участия в торжестве в парашютистов ДОСААФ и обеспечения прямой линии с Москвой. В правительстве обещают всё урегулировать первым числом мая. Иван Клепачёв, Денис Александрович, Севенформбюро. Продолжение следует...